В поселке Красное три семьи оленеводов получили ключи от новых квартир. Это те жители села, которые состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Государственного жилищного фонда. Договоры социального найма с ними заключил Департамент внутренней политики Ненинского округа. Семья Владиславы Вылков стала на учет по предоставлению жилье оленеводам и чумработницам в 2018 году. До сегодняшнего дня она с мужем и ребенком проживала в однокомнатной квартире без удобств. Вот год прошел и они сами удивлены, что получили ключи так быстро. Ну и нам приятно, что молодая семья, муж сейчас находится в тундре. Всего в национальном поселке в этом году построено три новых дома для оленеводов. Все они полностью благоустроены, имеют автономное отопление, водоснабжение и канализацию. Все для комфортного проживания в перерывах между поездками в тундру. Впечатление у меня, ну как, маленькая опять кухня. Я думала, что это будет больше для себя. Но ничего, разместимся. Ключи от новых квартир в этот день получили еще две семьи. На этом очередь на жилье среди оленеводов в поселке не закончилась. До конца года планируется предоставить еще одну квартиру по договору социального найма. В Красном у нас помимо этих семей, которым сегодня предоставим жилые помещения по договору социального найма, у нас еще остается четыре человека. Значит, в ближайшее время будет распределена еще одна квартира, значит, в соседнем доме. Уведомление направлено заявителю. Вот если, значит, поступят все документы соответствующие, соответственно, мы будем принимать решение о представлении еще одного жилого помещения. До конца текущего года новые квартиры будут предоставлены и оленеводам в селе Ома. Всего в очереди на жилье в департаменте внутренней политики состоит 59 семей. Есть государственная программа о сохранении и развитии коренных малочисленных народов Севера. И вот по этой программе есть подраздел, где выделяются средства на строительство домов для людей, которые занимаются кочевым образом жизни. Ведущим традиционное хозяйствование. Для того, чтобы встать на учет, необходимо проживать в Ниньском округе не меньше 15 лет и работать в оленеводческих хозяйствах не менее 5 лет. Кроме того, заявления принимаются в том случае, если площадь проживания меньше 9 квадратных метров на одного человека. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.